Здравствуйте дорогие друзья, с вами я Комарач и вот всех рад приветствовать в своем видео про реальную рыбалку. Наконец-таки мы поехали на это грандиозное мероприятие и даже отмели все мысли о том, что у нас нет достаточно хороших ловистых прудов, но мы все равно собрались и поперли в свое путешествие в поисках здоровой и великолепной рыбы. И сейчас на данных кадрах вы можете наблюдать наш путь к рыбалке, к нашему какому-то прудку небольшому, но хочу сразу сказать вкратце, что я ездил два дня подряд и на второй день только нам улыбнулась удача. Но сейчас вы увидите кадры с первого неудачного дня, когда мы объездили три пруда и ничего совершенно не поймали. И приятного вам просмотра. Итак ребята, наконец-таки это свершилось. Всем здравствуйте, с вами Акамарачи и мы выбрались на настоящую рыбалку. Наконец-таки вот смотрите наш прудок, какая красота, просто песенка. Это видео будет не очень длинное, потому что надо еще и половить, все надо успеть, но я думаю мы с вами сможем насладиться этим моментом. Я давно обещал, что поснимаю наконец-таки рыбалку непосредственно реальную и этот момент настал. Правда, сильно не готовился, две удочки, по-быстрому буквально на часика 3-4 и потом домой. Но вы только гляньте на эти виды. Эта природа просто красота, просто кайф. Поэтому сейчас размотаю, закину и начинаю. Но без наживки у меня хлеб черный и червячок. Ужас говорю, вообще не готовился, спонтанно все это так получилось, поэтому смотрим дальше. Ребят, просидел уже, наверное, час, ничего не впоймал, не клюет. Ребят, не клюет вообще. Не знаю, с чем это связано, правда не знаю, но пока вот-вот, вот так вот. Сейчас буду менять место. Думаю пойти вот туда, к корягам, вот к утюм. Думаю половить там. Может быть там будет больше рыбы. Тут пока глухо. Итак, ребята, пока было пару поклевочек. Но две рыбки сошло. Сейчас перебрался вот на такое место красивейшее. Правда солнце, наверное, он будет плоховато видно. Но вот сейчас ловлю вот здесь. Тут уже намного получше. И нет вверху вот этих вот веток, которые мне тогда мешали. Красота. И сейчас я решил немножечко перекусить, как видите. Вот такой вот у меня сейчас такой стол скромненький. Мусор обязательно складываем в пакетик и увозим с собой. Лучше не мусорить. Вон, уже плохие люди выкинули пакет. Гады. Ну, вот так. Пока вот так. Может быть удастся заснять поклевку, но не обещаю. А здесь, дорогие друзья, мы уже ехали во второй день. Приехали на пруд, на котором совершенно ничего не клевало. Где-то около полутора или двух часов. Только одна поклевка была у меня и у моего друга. Но виды очень красивые. Этот пруд явно достоин внимания. Виды здесь великолепные. Погодка, как всегда, шепчет. Лягушечки квакают. Сверчки поют. Ветерок. Бризик небольшой. Небольшая волна. Все великолепно. Просто великолепно. Но рыбы нет, клево нет. И было принято решение ехать на еще один пруд. Потом на еще и еще. Это все в один день. Но я, к сожалению, эти кадры уже не снимал. Потому что настроение портилось. Не было уже энтузиазма снимать. И думал, все, сегодня день у нас заканчивается. И опять второй выезд. И мы ставим крест. Но в итоге, в итоге, после двух часов дня, достаточно далеко. И там стопудово есть рыба. И сейчас данные кадры вы увидите, где действительно была рыба. Были поклевки. И действительно был улов. И вот тут долгожданный пруд, на котором мы ехали очень-очень долго. Это просто я, конечно, утрирую. Не прям очень-очень, но долго. Мы, наконец-таки, до него доехали. Небольшой прудок, небольшая глубина. Но рыба клюет. Друзья, рыба клюет. Рыба клюет. Это были гибриды с ладошку, меньше и чуть больше. Рыбалкой были довольны. Просто все великолепно получилось. Как и задумывал, как и хотел. Снимаю, почему без звука. Здесь камера, которая у меня на телефоне. Она почему-то начала хрипеть, шипеть. Какой-то треск появился. Я начал смотреть видео и был крайне огорчен. Ты снимаешь видео, ты хочешь, чтобы было все великолепно. И картинка, и все, и красочно. И какие-то кадры там подбираешь. Но в итоге не получилось. Да, то есть как-то не срослось. И тут ты думаешь, боже, вообще выпускать видео или нет. Если честно, уже на этом пруду как-то огромного желания не было снимать. Потому что палила сумасшедшая жара. Я на телефоне вообще не видел, что я снимал. Были такие блики сумасшедшие, что я думал, я вообще никакие кадры снять не смог. Нормальный. Но в итоге, мне кажется, мне удалось заснять какие-то моменты интересные. Я надеюсь, вы меня поддержите. И все получилось просто замечательно. Также я хочу поблагодарить всех, кто меня смотрит. Всем, кому могли понравиться такие вот кадры. Я понимаю, что они непрофессиональные. Я понимаю, что до этого еще очень далеко. Но в дальнейшем буду все лучше, лучше, лучше снимать. И главное, ваша поддержка, репосты, комментарии, лайки. Если все это будет, то будет просто изумительно, просто великолепно. Вот на вот этом видео я пытаюсь надеть червячка. Это уже мы просидели, наверное, на около трех часов на палящем солнце. Потому что там не было деревца, пока, от которого можно было спрятаться. Вот сейчас я уже надеваю червяка и собираюсь отдать удочку своей сестре. 11-летней, которая тоже ловила 5-метровую удочку. И, кстати, вылавливала рыбу. Рыбалка удалась на славу, как я считаю. Улов, который мы нашей дружной командой выловили. Весь день проездить. В итоге ни одной поклевки на трех трудах и на четвертом, наконец-таки, мы выловили достойное количество рыбы. Я рад, очень сильно рад, что это все получилось. Надеюсь, вы тоже посмотрите, немножечко воодушевитесь. Мое видео поселит в вас частичку доброты и счастья. Даст оптимизм и силу, как бы, не сдаваться, двигаться. И, чтобы вы понимали, да, что можно объехать 5 прудов, а можно объехать и 6 прудов. Но в итоге ничего не поймать. Но ради видео, ради всего-всего-всего, ради вас в первую очередь. Ну и, конечно же, ради того, чтобы половить рыбу. Для чего это все делается? Для удовольствия ловли рыбы. Естественно, были приняты решения отправиться в такую поездку и проездить столько времени. А сейчас я хочу вам всем пожелать огромное здоровья, счастья, удачи. Пожелать вам не хвоста, не чешуи. Чтобы всегда было у вас все замечательно. И всегда, когда вы ехали на рыбалку, у вас всегда клевала рыба. Всегда клевали самые трофейные экземпляры. И самое главное, никогда не отчаивайтесь, никогда не унывайте. И сейчас вы можете видеть на своем экране кадры поля, которое мы сейчас проезжаем. Оно засажено пшеницей. И это такая вот гладь зеленая, такой ковер. Видео не может, конечно, передать всей той красоты, которую вы видите своими собственными глазами при поездке. Да, плюс еще мелькает. Хотя и так сбросили скорость тут вообще, по-моему, до 40 км в час. Специально для этих кадров. Это не то, друзья. Это надо бы посмотреть своими глазами. Но так как люди живут с разных областей и регионов, которые меня смотрят, возможно, никогда такой не видели. Я решил сделать эти кадры специально для вас. Поэтому огромное вам всем спасибо. И думаю, вы оцените. Всем не хвастань чешуи. Если вам понравилось, вы можете стать частью нашей дружной такой команды. Вы можете подписаться на канал, оставлять свои комментарии. Отвечаю комментарии обязательно на все. Всем до скорых встреч. А, забыл, ребята, вас спросить. Еще раз поедем на рыбалку. Продолжение следует...